я все еще в поиске того самого места откуда можно увидеть полностью весь бухарест надеюсь мне вот это место скажет да попала попала здесь снимают и наверное фильм видео я не знаю с музыкой вот мужик идет с цветами здесь ему что-то свет и он такой типов они от это клип он снимает идет он с цветочками юбешки мы поет все засняли юбешки мы и мотор пошел со спецэффектами все недолюбил он короче возвращают его обратно очень круто попадать на вот такие варианты а он опять пошел юбешки клево клево попадать именно на такие неожиданные ситуации на и неожиданные такие моменты это запоминающие это не то что просто взял пошел посмотрел на какое-то здание вот сейчас еду смотрю на дворец парламента нет это жизнь сейчас даже найду клип не не нашла клево не нашла что я могу с одного юбешки мы и мужика с цветами вытащить ничего ничего все еще ищу ту площадку насколько я поняла это ресторанчик или бар или я не знаю что который находится в дворце парламента рядом с дворцом парламента на дворце парламента я в интернете нашла адрес там написано что его нужно как-то обойти из какой-то стороны зайти чё дочь со мной будем обходить смотреть искать этот бухарест я шла к дворцу парламента и потом так повернула голову смотрю здание какое-то такое интересное красивое вот он и думаю дай посмотрю чего я же никуда не тороплюсь а выглядит очень красиво и оно какое-то действующее еще смотрите за ним ухаживают и тут какой-то патриарх и здесь что в него можно войти еще как-то смотрите здесь две церкви 1 возле друг а нет это на это это колокольня спереди а сзади церковь а это я не знаю что такое сейчас зайдем посмотрим что с атакой Музей, это библиотека. А какого года вот эта вот колокольня? 1713, а здесь не пишет, пишет только библиотека. И она, смотрите, рабочая, я же говорю, что ухоженная какое-то здание. И для того, чтобы войти в эту библиотеку, нужно нажать на интерфон, просто так не зайдешь. Работает с понедельника по пятницу. Интересный поворот. Не знаю, почему не разрешил мне батюшка снимать здесь все. Хотя это музей, и я бы внутрь церкви не входила. Хотя, сейчас я посмотрю, церковь тоже 1700 года. И странно, почему мне батюшка не разрешил снимать. Я сейчас нычкуюсь, чтобы хоть немножко что-то запечатлеть. Интересно. Красиво все выглядит здесь. Музей, который закрыт, потому что двери закрыты. Да. Странный. Все, закрываю камеру, а ты сейчас поймаешь. Все, вот вышла из двора этой церкви. И наткнулась на вот это вот... Сейчас. На вот это здание. Скажите, простое себе обыкновенное здание? А нет, это школа. Школа, которая была основана, судя по табличке вот там на здании. Сейчас я вам покажу. Вот. В 1890... А нет, здесь пишет, перестроена в 1878 и построена заново в 1898. И называется она Скола Комунала. Типа фунда... Фундация поэнэреску. Патрио Щедрев Толмел, там еще пишет на табличке. Вот здесь вот тоже пишет, что школа... Школа поэнэреску. 150 лет с датой основания. В 1864 году была основана человеком, которого звали Петраки. Поэнэреску. И здесь есть фотографии деток и школы, и учителей. Себастьян Пупович. Учитель румынского языка. Я опять увидела там здание такое, какое-то побитое, старое. Мне стало интересно, я дойду сегодня вообще до той площадки или не дойду. Смотрите, какая прессия. Можете говорить, что это за уродство или еще что-то в этом роде. Я не знаю, я балдею от архитектуры, пусть она и побитая. Смотрите, что нашла. Это, наверное, было какое-то здание для школы или еще что-то. Напротив него вот тоже побитое здание такое. И дальше, если пройти, тоже такое непонятно, что происходит. Грязно здесь, мусор. Крыши нету там уже. И это тоже было какое-то интересное здание. И вот там внутри вот они колонны. Есть. Непонятно. Смотрите, если вы обратите внимание, то вот здесь написан год. 1914 год. Здание очень старое, только непонятно, что с ним происходит. И на двери пишет пошта. И пусть вот человек, который приедет в Бухарест, поверит, что Бухарест – это маленький Париж. После того, как он увидит вот это, это, это. Я знала, что где-то рядом с дворцом парламента находится музей. Музею де арте, контемпоране, что-то в этом роде. И оказывается, что рядом с тем музеем находится и та самая терраса, с которой можно увидеть Бухарест. То есть, что, идемте посмотрим. Мне там этот охранник сказал, что нужно пойти, пройти первый поворот, второй, и на третий, и по улочке вперед я дойду до музея. Я, когда охранника спрашивала, как на террасу пройти, смотрите, сколько камер наверху, сейчас покажу. Когда спрашивала охранника, как пройти на террасу, он сказал, что нужно в конец вообще этой площадки пройти, и там, типа, будет лифт, и он поднимет меня наверх. Я никогда не видела дворец парламента с этой стороны, с задней. Обычно все спереди его смотрю. И сейчас увидела я его со всех сторон. Большая махина. Еще церковь здесь строится, смотрите, какая. Я здесь уже пять лет как живу, больше пяти лет. Они ее никак закончить не могут. И зачем? Боже мой. Ладно, не мне спрашивать, куда деньги, куда моя зарплата уходит. Ну, не мне спрашивать, куда моя зарплата уходит. Смотрите, камера. И там еще одна. Круто. Смотрите, какая круто тень. Вау. Ух ты. Вообще. Так, теперь мне надо найти вход. Круто. Круто. Все, я нашла лифт. Я нашла лифт. Вот какой он большой. Смотрите. Лифт. Сейчас как-то мне нужно пройти. И взять его наверх. А тут их два. А это тот, который мне надо? Ну, вроде музей непонятных штук. Сейчас посмотрим, что здесь. Я вообще не видела здесь людей, туристов. Мне кажется, мало кто об этом месте знает. Оказывается, в понедельник и вторник на террасу войти пройти нельзя. Потому что музей, он не работает в понедельник и вторник. То есть, можно пройти на террасу только тогда, когда работает музей. Это со среды по воскресенье. Жаль, как жаль. Вы знаете, если так вот у нас не получилось показать вам Бухарест с птичьего полета, я вам покажу Бухарест со своей работы. Смотрите. Бухарест с птичьего полета. Продолжение следует...